В детской художественной школе открылась необычная выставка. Работы художников Виктора Бунакова и Сергея Насташенко демонстрируют два разных подхода к изобразительному искусству. Детская художественная школа открыла выставочный сезон экспозиции работ художников из города Сухой Лог Виктора Бунакова и Сергея Насташенко. Имя Виктора Бунакова уже знают наши спестовцы. Это третья выставка, которая у нас в городе. Художник особо любим именно за то, что он очень любит природу и очень много у него пейзажей, уральских пейзажей, очень много у него натюрмортов. И работы очень такие эмоциональные, темпераментные, живописные. И не очень нравится зрителям, потому что самое важное – там красота, конечно. К сожалению, Виктора Бунакова уже нет в живых, но в «Азбесте» его помнят как прекрасного человека и талантливого художника, у которого осталось здесь много друзей. Член профсоюза художников России Евгений Лоскутов рассказал, что близко знал Виктора Бунакова и высоко ценит его творчество. Он приезжал к нам на Ревтинске, а с Ревтинского. И мы там с ним в течение где-то месяца работали вместе. Он приезжал на повышение квалификации. И я там с ним близко познакомился, узнал про человека, как художника. Как человек – это вообще сама доброта, никакого знайства при его мастерстве. Как художник – это вообще неповторимо, я считаю. И когда я с ним пошел на этюды, он пишет душой. Друзья также отмечают, что Виктор Бунаков обладал невероятной зрительной памятью. Многие из его работ, в том числе и пейзажи, написаны по памяти. А вот имя второго художника Сергея Насташенко еще неизвестно о сбестовской публике. Он также работает в реалистичной манере. Профессиональные художники, говоря о Сергея Насташенко, отмечают, что он достиг такого мастерства, что стал свободен от рабства деталей. Он тоже очень любит природу изображать, натюрморты изображать. Но больше, скажем, делает не эмоционально, а рационально. И еще Сергея Насташенко. У нас, наверное, такого имени этого художника еще не было. Во-первых, это первый художник, который закончил Академию художеств. У нас не было в стенах такого художника, таких работ еще. И поэтому, конечно, это профессиональные работы. Там есть чему поучиться. Есть, да, они выверенные, они композиционные работы. И, в общем-то, эта выставка будет полезна и для любителей искусства, и для профессионалов. Любопытно, что оба мастера были не просто знакомы друг с другом. Они являлись близкими друзьями. На выставке в основном представлены пейзажи и натюрморты. Жанры живописи наиболее популярные у зрителя. Они изображают, в принципе, одну и ту же местность, но они изображают ее по-разному. И она показывает разные пути в искусстве. Один больше любит детали, а другой больше любит некое обобщение такое. То есть за общее, да. Один любит больше такое, скажем, движение, энергию, динамику. А другой любит спокойствие, умиротворение. То есть здесь, получается, два разных подхода к искусству. Две разных философии, скажем так. Определить, какая философия ближе, зрители смогут сами, посетив выставочный зал в детской художественной школе. Выставка продлится до 26 октября. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова